Шалом-шалом, дорогие друзья! Всех приветствую! С вами я, Леви Ашар Харпатин. Вас ждет свежая мазь. Однажды один очень уважаемый раввин мечтал отдать свою единственную дочь замуж. Но это было очень сложно, потому что он переживал. Они не могли найти достойного человека, который составит семейную жизнь с его единственной и самой любимой дочкой. Это было тяжело. Это была очень уважаемая семья, и они должны были к этому выбору отнестись очень-очень тщательно. И вот однажды ночью ему приснился сон. Там был его дедушка, Нахман. И он ему говорит, что у тебя под домом есть мельница, и там работает очень хороший еврейский мальчик. Его зовут Шмулик. Я тебе даю совет, как твой дедушка. Ты должен с ним пообщаться. Он утром проснулся, отправился туда, встретил этого Шмулика, спросил, вы Шмулили? Он говорит, да. И он увидел, что парень абсолютно с глупым лицом, в ободранной одежде, разговаривает с костылями в речи. То есть, то, что это недостойная пара для его дочери. Но он все равно его пригласил в дом и познакомил с дочкой и сказал, нет. Раз дедушка приказал жениться, значит, надо жениться. Приснился вещий сон? Нет. Будет свадьба. Все. Состоялась свадьба. Он пришел в этих оборванных одеждах. Все были в ужасе. Просто дочка говорит, папа, я у тебя единственная дочь. Дочь Равина, куда ты меня отправляешь? Объясни мне, пожалуйста, в какой путь? И тут принесли красивую одежду. Я делил на него. Он тут же перевоплотился. У него поменялось выражение лица. Он начал говорить на мудрые темы. Он начал толковать Тору. И он оказался одним из 36 скрытых праведников. Друзья, какой мы можем сделать вывод из этой майсы? То, что мы не должны судить человека по внешнему виду. Мы не должны смотреть, что на нем одето. Мы должны его привести в хорошую обстановку и начать с ним там разговаривать. Вот именно в таких моментах раскрывается праведник и раскрывается настоящая сущность человека. Браха ва целлаха. Всем хорошего дня.